В Одессе сегодня попытался выйти на свободу Владимир Злой. Он подал апелляцию на решение об аресте. Напомню, это бывший милиционер, которого подозревают в убийстве матроса военно-морских сил Арслана Шейхова. Преступление это было совершено в селе Егоровка 11 августа. О том, что решил суд, узнаем от Андрея Анастасова. На заседании апелляционного суда родственники, односельчане и сослуживцы Арслана Шейхова. Военный моряк, участник АТО, погиб в свой 33-й день рождения. Родные уверены, Арслана забил до смерти житель Егоровки, бывший милиционер Владимир Злой. Они пытаются доказать это. Говорят, долгое время Злой держал в страхе все село. Я хочу все-таки, чтобы люди жили спокойно хотя бы в Егоровке. Хотя бы вот этот вот случай, который оборвался на моем сыне, вот это вот его издевательство над всеми в деревне, хотя бы чтобы это оборвалось. Экспертиза установила, военнослужащий умер от болевого шока. У него были сломаны 11 ребер. Владимир Злой утверждает, не бил матроса, а делал искусственное дыхание, когда нашел его на улице без сознания. Уголовное производство открыто по статье «Убийство по неосторожности». Злого отправили в СИЗО на два месяца, и вот теперь он пытается оспорить это решение. Адвокат уверяет, подзащитный никуда не сбежит и ссылается на отзывы односельчан. Но в прокуратуре считают, выйдя на свободу, экс-милиционер может влиять на свидетелей. И даже есть угроза, что применит физическую силу. Поэтому просят оставить подозреваемого под стражей. До президентского отдела полиции обратились и потерпели, и свидетели, которые заявляли, что подозреваемый в данной справе погрожил им как использованием насильства, так и смертью. Сам злой все это отрицает. Считает, его хотят сделать козлом отпущения. Все свидетели – это родители. Бывшая женщина, сестра. Они на вас наговорили. В итоге суд решил апелляцию отклонить. То есть подозреваемый остается в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Андрей Ростасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.